Всем привет, с вами Дэн 150, на этом будет первый летсплей, который я, пожалуй, посвящу игре Zero Gunner 2 для Sega Dreamcast. Ну, игрушка, в принципе, жанра скролл-шутер, как, наверное, многим это известно, тем, кто хоть раз видел видео по ней или даже играл. Ну, по-моему, штамповка с этой игрой была достаточно распространена в своё время, то есть, игру, в принципе, проблем найти не было. Итак, собственно, выбираем уровень сложности, конечно же, Дитя. Не удивлюсь, если с таким уровнем сложности дети в Японии играют в подобные игры. Так, теперь нам, собственно, нужно выбрать вертолётик синий, такой средненький, по-моему, зелёный, вообще ни о чём, давайте выберем жёлтенький. Мне нравится цвет патронов, которыми он стреляет, ну и, собственно, вообще нравится играть за этот вертолёт. Так, первый уровень, так, я даже не помню, по-моему, даже это, да, это один из самых таких простых уровней. Кстати, уровни в этой игре, по крайней мере, первые четыре вроде как, идут в случайном порядке. То есть, каждый раз, начиная новую игру, практически вы будете играть в новом порядке прохождения уровней. Ну, последние три уровня игры, конечно же, они идут в определённом порядке, так как они, как я понял, взаимосвязаны. Что по поводу музыки, кстати, в игре она достаточно хорошая. Сразу чувствуется именно дух такого небольшого киберпанка даже. То есть, то, что всё происходит в будущем, все эти вертолёты, роботы, собственно, такое достаточно типичное представление о будущем нашей планеты. Хотя, не знаю, даже скоро различные роботы будут, ну, я имею в виду, вот в таком плане, какие попадаются здесь. Так как роботы уже, собственно, маленькие такие существуют, которые могут выполнять такую примитивную, но всё же работу. И вот такое вот, что-то вроде первого босса, хотя нет, это даже пидбосс скорее на этом уровне, потому что боссы здесь ещё будут. Собираем пауэрап. Пауэрап. Блин, успел понимать. И вот, собственно, это уже сам босс. Такой большой самолётик. Надо будет вспомнить вообще об этом боссе, собственно, вспомнить о самой игре. Просто я её так уже образно помню. Однако уровни в памяти до сих пор остаются, да. Об этой, ну, почему я эту игру выбрал, это потому что мы с моей двоюродной сеструхой любили яздить к бабушке и играть в данную игрушку вдвоём. То есть мы там неделями туда приезжали, чтобы погулять, побегать, побеситься. Ну и, конечно же, поиграть в Sega Dreamcast. Я вспомню даже, как ночами ходили, ну, бабушки, как был жилой дом. И там даже не знаю, что там. Сараем нельзя назвать, конечно. В общем, место, где дед делал там различные улей и там подобное. То есть его, так сказать, мастерская. Там стоял телевизор, в котором, собственно, и была подключена приставка. И, собственно, ночью в 2 часа мы сообща обудили друг друга, бегали туда. И, то есть это было очень хорошее время. Остались только тёплые такие воспоминания. И, не знаю, даже порой, играя в данную игру, даже какая-то такая грустинка о прошедшем, ушедшем времени. Ну, собственно, не будем грустным. Всё-таки это, как-никак, летсплей. Летсплей не должен быть скучным, по крайней мере. Я должен попытаться сделать так, чтобы вам было интересно его смотреть. В плане графики игрушка, кстати, очень-таки хорошая для своего времени. Да, и сейчас она достаточно неплохо смотрится, я бы сказал. Музыковое сопровождение, в принципе, ничего особо себя не представляет. Однако, достаточно приятно, если даже слушать вот эти постоянные взрывы, одни и те же спецэффекты. Они не раздражают уши, что очень даже является таким крепким плюсом. Потому что в подобных играх порой просто-напросто раздражают звуковые эффекты. Там, выстрелов или ещё чего-то, там, собирание бонусов различных. Здесь же, по моему мнению, это отсутствует. Первый уровень, собственно, в игре достаточно лёгкий, на лёгком уровне сложности, конечно же. Ну и последние особой сложности не представляют. Но игра, в принципе, заточена для совместного прохождения. То есть, конечно, в неё в одиночку можно будет поиграть, но намного веселее, согласитесь, будет взять за шкварник друга, притащить его, посидеть рядом с вами с телевизором, дать второй джойстик и сказать, держи, играй со мной. Ну, думаю, как раз-таки игрушка для этого и предназначена. Так как бывают моменты, причём их здесь немало, где намного проще будет проходить всё это сообща. Например, во время Месилова, одних, там, из последних боссов, ну, это, собственно, один, например, стреляет по боссу, код с этим самым его другой, просто-напросто расстреливает все пролетающие, там, самолёты, вертолёты. Вот наш вот краб превратился в злого трансформера. Мне помню, достаточно смешила его анимация, не знаю почему, но это мне смешно было, как он так вот крутится из стороны в сторону. Ну, тогда маленький был, в принципе, маленького ребёнка легко рассмешить достаточно. Ну, хотя, опять же, если посмотреть, какой ребёнок, единственное, что мне не нравится, так, то, что здесь, именно, разворот, по моему мнению, было бы легче сделать на ЛТ и РТ. А здесь, это, собачили, зажимаем кнопочку Б и поворачиваем в сторону. Хотя, с другой стороны, в принципе, это удобно для более таких вот резких поворотов. Опять ФПС в игре приседает. Будем как-нибудь стараться это исправить. В принципе, уровни в этой игре чаще всего отличаются друг от друга, то есть, они крепко влезают в память, я бы так сказал даже. То есть, запоминающиеся такие колоритные уровни, с достаточно приятным саундтреком, как повторюсь уже, который передаёт атмосферу именно того, что это всё происходит в будущем. Единственное, что было бы неплохо данной игрушке сейчас сделать сюжет, но, по-моему, для скролл-шутера сюжет крайне необязателен. Кстати, собственно, скролл-шутер, кто-то, возможно, не воспринимает это за определённый жанр, кто-то считает, что в этой игры играют только епошки-задроты. Собственно, я с этим не соглашусь, потому что, в принципе, скролл-шутер это, по сути, жанр-челлендж, где, в котором, собственно, вам предлагают проверить себя на скорость реакции, на умение щёлкать джойстиком и, собственно, терпение ваше, что ли. Потому что в скролл-шутере без терпения никуда, особенно если скролл-шутер далеко не лёгкий. Собственно, потому что здесь игру Ганнер, пожалуй, это скролл-шутер самый лёгкий, который я видел, то есть за свою жизнь. Крайне мере, опять же, повторюсь, играя на уровне сложности, на котором играю я, так как я, собственно, хочу получить от игры удовольствие, челлендж проводить я не собираюсь. Собственно, хотя, в принципе, можно будет, не знаю, там, собрать друзей там или знакомых там с какого-нибудь сайта, форума или даже своих друзей, которых я знаю лично, и, собственно, среди них устроить соревнования по данной игре. Хотя, собственно, по-моему, я как раз-таки смогу всех побить, все рекорды побить, так как я вот игру уже не раз играл, даже больше, не знаю, даже больше трёх десятков, наверное, её проходил. Ну, не проходил, точнее, пытался проходить. По крайней мере, первые уровни достаточно я хорошо помню. Ну, не хорошо, но, в принципе, остались в памяти у меня. А так, в принципе, среди друзей, не считая меня, можно устроить подобное что-нибудь. Ну, давайте уже не отходить от темы. Мы уже вот четвёртый уровень. Это мой... Да, это мой один из любимых уровней, не знаю почему. Какая-то такая атмосфера, вся эта музыка на заднем плане как-то, не знаю, какую-то грустинку отдаёт. Вот именно атмосферой чего-то такого отдалённого, абстрактного. Я даже не знаю, как это точно называть, но... Нужно просто самому сейчас сидеть, играть, слушать эту музыку и ощущать эту атмосферу. А, ФПСК опять приседает. Вы уж меня извините за это, так как комп у меня, конечно, не особо мощный, в принципе. Ну и не очень слабо я бы его назвал, но и... Меня, в принципе, устраивает данные условия игры, но... Ну, возможно, меня скорее беспокоят те... Ну, как сказать, мысли тех, кто будет смотреть этот летсплей, так как нужно более комфортно передать, собственно, смотрящему. То есть скорость и всё это подобное. Кстати, вот... Это, по-моему, самый лёгкий уровень, потому что босс здесь, то есть вообще... В плане сложности ни о чём. Вон, видите, я уже легко застрелял. Но сейчас придётся ещё один. Тем не менее, то, что этот уровень лёгкий, пожалуй, он, наверное, и стал моим любимым, потому что он самый лёгкий был. В то время, когда я в него только играл. Но и самым запоминающимся он у меня тоже был, потому что... Последующий босс, не знаю, вот этот вот, который я сейчас долблю. Собственно, следующая его трансформация меня очень сильно запомнилась. В принципе, скролл-шутер, да, это действительно что-то, нечто аркадное такое, в котором, собственно, нет таких вот моментов в симуляции, например, где нужно стрелять по определённой точке врага, чтобы он умер. Здесь, собственно, стреляете по самому врагу, урачиваетесь от пуль, расстреливаете, возможно, вот, пролетающих мимо противников, которые, собственно, летят на собственную смерть. Вот, кстати, вы сейчас видели, как пули вот этого гигантского робота задели пролетающиеся вертолётики, то есть, так сказать, говоря современным языком, friendly fire здесь даже есть, что, собственно, не может не радовать. Вот. Единственное, что меня интересует, что эти вот эти вертолётики делают, какого фига вот эти гигантские роботы лазают по зданиям, там всё рушат, и... Хотя, в принципе, спасти мир... Я не знаю даже... Вот, кстати, вот это ещё одна такая вот городская... Блин, такой городской... Городская локация. Она мне тоже сильно запомнилась, и не знаю почему. У меня почему-то с ней идёт ассоциация с... Ну, моменты с Шенму, где Рио вёз Назоми на мотоцикле, то есть тоже ночной японский такой вот город. Вот гни, дома такие невысокие. То есть всё это атмосфера, не знаю, то есть... Ну, это, конечно же, просто воспоминания, которые, собственно, так, уже не передашь словами, то есть это действительно то время, которое ушло уже и... Возвращаться не собирается. Очень печально. Вот, кстати, вот видите, здесь рекламируют какой-то сайт, вон на... на домике. Как вы сейчас видели, на этом... щите. А... Я больше чем уверен, что данного сайта уже не существует. Хотя, в принципе, можно будет потом проверить, ради любопытства. А я по поводу этого сайта, кстати, только сейчас заметил, собственно. Потому что, когда я... раньше в эту игру играл, я вообще не обращал внимания на окружение. Собственно, смотрел на вертолётик, на противников и на пульки, чтоб они меня не задели. Да, собственно, это вот... Я сейчас испытываю достаточно такое приятное чувство, когда... не играл в игру, не знаю, около пяти лет. Ну, да, около того. И, собственно, приятно вспомнить всё это. И... Просто закрыть глаза и представить... те моменты, которые, то есть, радовали очень сильно. Да сейчас, собственно, радует просто. Сейчас они не только радуют, конечно, но и печалят из-за того, что их уже не вернёшь. Но... Как говорится, не будем жить прошлым, будем думать о настоящем и задумываться уже о будущем. Так как уже время ушло и с этим ничего уже не поделаешь. Так, вот. Мы спускаемся. Достаточно такой эффектный переход для того времени был. То есть, как вы видите, игрушка, в принципе, в плане анимации и всего там подобное, то есть, достаточно хорошая. Особенно, вот, мне нравится анимация, превращение различных транспортных средств в трансформеры, ну, собственно, сами вот эти вот боссы. То есть, они анимированы достаточно хорошо и абсолютно не нелепо. Собственно, в скроу-шутерах того времени... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Это, кстати, один из моих нелюбимых боссов. Пожалуй, он меня очень сильно раздражал. В принципе, можно было догадаться, почему. Ну вот, вы сами это увидели, почему. Давайте сломаем уже эти руки, потому что я помню... Да ё-моё, да... О, да. Походу, я до последнего уровня даже не смогу дойти. Так, вот мы его, собственно, разрушили. Ага, нет, видимо, мы его не разрушили. Вот он превратился в какую-то двухжопую железную пчелу. Или осу, я не знаю. Что-то двухжопое, в общем. Какое-то двухжопое насекомое. Так. Давайте уничтожим эти шарики. Поскорее, потому что... Тюхо. Блин. Не нравится мне этот поворот в камеру, когда стоишь в каком-то углу. Собственно, я там сейчас и стоял. Так, ой. Я нечаянно вызвал своих помощников. Зачем я это сделал, не знаю, так как уровень я прошел. И я, если честно, не помню. Ага, нет. Собственно, они исчезли. Да, один из самых таких, пожалуй, нервозных уровней. Не знаю, почему, но я очень нервничал, когда я до него доходил. Возможно, потому что доходило до него крайне редко. И, собственно, хотел посмотреть, что же там дальше, какие там будут боссы. И самое главное, далеко ли там еще до конца. Но, собственно, однажды мы с сеструхой эту игру прошли. Да, мы прошли. И то это какой-то вообще магическим образом произошло, я не знаю. У нас были, как я понял, бесконечные континиусы, потому что, собственно, мы умирали, ну, очень много, и они все не заканчивались. Вот, блин, этот паукан меня раздражает. Да, раздражал в свое время, да и сейчас раздражает, потому что он все время перепрыгивает. такой хитрый паук, еще стреляет чем-то из, не знаю, задней какой-то фигни. Я не знаю. Наверное, он пускает паутину своей задницей. Я не знаю. Ну, ё-моё, ну, это вообще так, собственно, вообще, по-моему, не делается. Как сказать, только возродился и уже умер. По-моему, я не доживу даже до конца этого уровня. О, да, вот это, вот этот вот гигантский корабль. Помню, дальше него редко опять же получалось проходить. В итоге прошли мы до следующего уровня только один раз. И, собственно, этот же один раз мы и прошли игру. Собственно, возможно, из-за бесконечных этих как раз жизней. А, так. Здесь нужно быть крайне осторожным. Ешка, вот всё. энерджи-блок поймал. Всё, собственно, остальное пофиг. Главное сейчас не умирать. Не умирать. Это самое сейчас главное для меня. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. А, кстати, извините, также, если вам вдруг слышно, а вам стопудово слышно эти нажатия кнопок на клавиатуре. Я играю с клавы. Джойсика для компа у меня нету. Собственно, мне он и не требуется, у меня клавиатура устраивает. посмотрите вон на... Посмотрите вот вниз, что мы видим на, так сказать, заднем плане. То есть, как мы высоко взлетели уже. Ну, собственно, мы же поднимались по лифту в этом уровне, собственно. Надо было полагать, что мы так могли далеко взлететь. так. Эта сторона уничтожена. Осталось уничтожить вторую сторону. Что мы собственно и сделали. Используем своих помощничков. Выжимаем их на всю мощь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, уверен, что это ещё не всё, по-моему, после этого космического корабля ещё что-то будет, по-моему, какой-то робот, то есть, я не знаю, буду стараться выжить, любой ценой. Так, даже вот на лёгком уровне сложности, в принципе, в игру не скучно играть, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, потому что в ней, ух ты, у меня ещё, оказывается, континьюс был, я уже думал, что предыдущий был последним, Теперь постараемся провести эту жизнь не зря, ай-яй, блин-блин-блин-блин-блин, есть, всё, действительно такие моменты, которые там заставляют понервничать, мягко говоря, очень часто встречаются в данной игрушке. Уйди, нечистая сила! Бас, собственно, меня убило, я не планировал, если честно, умирать, но что поделаешь уж, порой внеплановое тоже что-то случается, ну ё-моё, вот, меня действительно раздражает, порой, вот эти повороты камеры, Соответственно, это более, больше сложностей прибавляет данной игре. Ём, ай-е, так, я его убил, у меня, скорее всего, последняя жизнь. Какая-то столица, ай-яреала, я не знаю, что это. Да, по-моему, это уровень с последним боссом. Кстати, я не знаю, сейчас лагает музыка или она таки должна быть. Что-то даже непонятно как-то. Ну, в общем, ладно. Музыку так достаточно плохо слышно из-за вот этих вот всех шумов на переднем плане, так сказать. Да, и музыка какая-то в, не знаю даже, по-моему, мне чем-то даже ассоциируется с музыкой из Jet Set Radio. Я не знаю почему, возможно, кто-то со мной не согласится. А, вот какие-то роботы с мечами. Так, надо уходить от него. Нужно убить того вон розового пока. Я его уже достаточно сильно поцарапал. Теперь я его вовсе убил. Осталось, ну вот, собственно, убил и этого. Так. Что уж тут нам остаётся. Остаётся. Всё. Ух ты, у меня ещё континью есть. Ну, это просто замечательно, я... Жизнь удалась. А... Да, может, и не очень удалась, но, собственно, блин. Это капец, конечно. А... Последний уровень вот этот вот. Вы ещё не видели здешнего босса. Это... Просто можно... Разнестись об стену. А может и не... А может быть и не надо разноситься. Ну, в любом случае, здесь... А... Последний босс не из лёгких, я бы сказал, мягко так. Так, вон, какая-то змеюка к нам летит. Мне это не нравится, слушай. Где? Змеюка, может, мы с тобой договоримся? Может быть, ты не будешь ко мне лететь и... Потому что из-за тебя эмулятор лагает. Ты знаешь, под... Почему из-за тебя он так лагает? Блин. Сейчас самое главное не попадаться под пули. Ещё музыка играет такая спокойная, как будто... А вообще ничего не происходит. Ну... Не знаю. Лично, по-моему, наоборот, нужно... Вот так вот. Я его каким-то образом убил. Данного змея. Итак. Сейчас чую, что-то будет нечто эпичное. И эта музыка, собственно, при любом из боссов... Не знаю, мне она нравится. Такая... По-моему, в тему как раз. К чему-то такому огромному металлическому излому. Вот я действительно поражаюсь, как такой маленький вертолётик, собственно, уничтожает такие вот большие объекты. Ну, хотя, в принципе, если взять тот же самый Call of Duty, то... Там... Одному можно спокойно разнести... А... 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 Стену, не знаю, даже около 50 человек. При этом, если вдруг вас ранило, спрятавшись... Здесь же... В старых играх подобной... Подобной вещи не было. Собственно, из-за чего они были именно интереснее и сложнее. А... Вот, кстати, скролл-шутер, как я уже начинал тут говорить, видно, не закончил. А это именно жанр, который много кто не воспринимает всерьёз, собственно. Как и файтинги кто-то не воспринимает. Но, однако, по-моему, мнение, в принципе, достаточно самостоятельный жанр. А... Есть такие фанаты скролл-шутеров, ну... Не знаю, конечно, по-моему, скролл-шутеров. Но, однако, вот, например, быть фанатом какого-то одного жанра, это, по-моему, как-то глупо. То есть, точнее, не фанатом, а... Скорее, играть в один и тот же жанр. Собственно, понимаю ещё тот же самый G-RPG, да, в принципе. А... Ух ты. А... Очень красиво сделаны игры... А... Продуманные, с хорошей пошаговой боёвкой. А... Ну, вот, например, играть в те же самые шутеры, одни и гонки, это, по-моему, как-то глупо. Ну, это, по крайней мере, моё мнение. А... Я не знаю даже. Вот, в принципе... А я, так сказать, всеядный геймер. Я, то, собственно, играю во всё подряд. Самое главное, чтобы игрушка была действительно интересной и источной. И... А... Чтобы не была сделана именно для того, чтобы содрать побольше денег, а действительно сделанная с душой. И... Выложенным всем сердцем. А... Блин, это что-то непонятный глаз какой-то. Так, мы убили какое-то очко. Или око, я не знаю, что это было. И, видимо, что-то очень жёсткое происходит. Судя по продолжительности данного уровня... О, вот здесь какое-то чертило вылез у нас. А... Какой-то орки или кто-то непонятный. Это, кстати, последний босс. Собственно, это не трудно догадаться, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте используем. Вот. Тихо, не бушуйте. Не надо. Я этого не люблю. Так. Вторая стадия, видно его... Убивание. Ух ты, это... Какие-то метеориты, видимо, летят уже. И это уже что-то серьёзное становится. Вот. Ой-ой-ой. Тихо. Тихо, не будь таким злым. Жёлтый дяденька, пощади меня. Это тоже жёлтый. Так. Ещё один раз мы его... И... И... Я прошёл игру, да! Зеро Ганнер была пройдена! Замечательно! Я даже не надеялся, если честно, что я её пройду, но... Блин. Я просто рад с первого раза пройти в одиночку данную игру. Она очень такая замечательная. Ну что ж, с вами был Дэн 150. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Обещаю, будут ещё летсплеи, различные обзоры там. И такие вот передачи, что-то наподобие Соник Шоу. Только уже по другим вселенным. Ну что ж, удачи в играх и жизни. Всего доброго!